Добрый вечер, уважаемые зрители! На канале ТВ21+, программа Вовремя Лайт в студии Юрий Рафиев. До начала календарного лета остается полтора месяца, но многие мурманчане и северяне уже, как говорят, сидят на чемоданах и готовятся выдвинуться в теплые края. Каким сюрпризом нужно быть готовым? Об этом мы будем говорить сегодня с заместителем начальника отдела пограничного ветеринарного контроля на государственной границе Российской Федерации транспорта управления Россельхознадзора по Мурманской области Екатериной Кормаковой. Екатерина, здравствуйте! Добрый день! Екатерина, скажите, пожалуйста, давайте сначала поговорим о тех туристах, которые приезжают в Мурманскую область. Мы знаем, что в последнее время поток увеличивается и, наверное, большая часть их прилетает в аэропорт Мурмаше. Фиксировались ли какие-то нарушения, связанные с провозом продукции, которая запрещена или ограничена к провозу на территорию Евразийского таможенного союза? В первом квартале этого года было нашими сотрудниками досмотрено 10 международных авиарейсов. И страны довольно-таки разнообразны. Это как Европа, Эстония, Норвегия, Дания, так и Африка. Это Марокко. Но также были еще рейсы из Германии и Фарерских островов. И в этом году зафиксировано опять случаи нарушения. В ручной кладе и багаже наши граждане возили продукцию с нарушением законодательства. Все они привлечены к административной ответственности. После рассмотрения соответствующих документов будет вынесено административное наказание. Это штраф в размере 500 рублей. Но вот это нарушение связано большим образом от того, что люди не знают правила или некоторые, как вы думаете, сознательно идут на нарушение? Ну, я думаю, что все-таки сознательно идут на нарушение. А правила у нас довольно-таки часто освещаются на телевидении, на нашем сайте. И висит памятка с контактными телефонами. Причем один телефон работает круглосуточно. Можно всегда позвонить и проконсультироваться. Стенд у нас есть тоже в аэропорту. С контактной информацией. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому если нарушил, надо отвечать. Скажите, пожалуйста, теперь вот некоторые граждане, естественно, сейчас поедут за рубеж, захотят вернуться с какими-то, условно говоря, подарочками, с какими-то продукцией какой-то вкусной. Вот какие нормы, давайте напомним, что можно привезти с собой? Ну, надо четко понимать, что на одно физическое лицо, на одного гражданина можно возить до 5 килограмм готовой продукции. Хочу сделать акцент именно готовой продукции. То есть это вареные, копченые, соленые изделия. Вот. Эти изделия, ну вот продукты, которые захотят возить, должны быть в заводской упаковке. То есть, ну иногда вот летят, например, экипажи моряков, что-то сами изготовили. Нет, это считается кустарное производство, упаковка должна быть только заводская. И еще необходимо выполнить два условия. Страна, из которой вывозится продукция, или страна изготовления продукции, должна быть благополучна по заразным болезням животных. Если так подвести итог, до 5 килограмм готовой продукции в заводской упаковке, при условии, что страна изготовления и страна вывоза благополучна по инфекционным болезням животных на одно физическое лицо. Во всех остальных случаях не запрещается, пожалуйста, визите, но должно быть разрешение на ввоз и соответствующий ветеринарный сертификат страны, откуда вывозите продукцию. В противном случае будет задержана партия, ну можно так сказать, или те гостинцы, которые вы хотите побаловать своих знакомых. Воз конфискуют. Да, конфискуют, можно так сказать. Мы уже в начале, да, наша встреча проходит, время летит быстро достаточно, да, и мы прекрасно понимаем, что скоро лето, и многие северяне, отправляясь в отпуск, они, конечно, не могут оставить своих домашних питомцев, одних здесь, они тоже хотят их вывезти куда-то, в какие-то края, некоторые даже заморские. Вот какие правила действуют на вывоз и ввоз домашних животных? В первую очередь хотелось бы сказать, что каждая страна выставляет свои требования, и прежде чем планировать какое-либо путешествие, нужно ознакомиться с этими требованиями. Требования все доступны, размещены на сайте Россельхознадзора ВОЗ Вывоз Транзит по каждой стране. То есть владелец животного открывает эти требования и смотрит, сможет ли он выполнить условия по вакцинации, по обработкам, ну, например, от паразитов, которые просит эта страна. Если он сможет все это сделать, то, пожалуйста, он может вывозить и животное. Но это касается общих. Теперь, ну, вот поконкретнее, да, Мурманской области у нас граничит странами Евросоюза, поэтому необходимо оформить ветеринарный сертификат. Если раньше можно ввозить по международным паспортам, теперь ввоз, ну, не только в страны Евросоюза, но и везде, только по ветеринарному сертификату. И уже в ветеринарном сертификате отражается выполнение всех требований, которые просит страна, те же вакцинации и обработки. Вот это самое главное. То есть читайте требования и путешествуйте, да, вместе с ветеринарным, ну, животное должно сопровождать ветеринарный сертификат. И тоже необходимо обязательно напомнить, что вывозить животное можно через любые пункты пропуска, а ввоз на территорию Российской Федерации только через те пункты пропуска, где есть пограничный ветеринарный контроль. Если таких пунктов пограничных ветеринарных не организовано на границе, то ввоз вам будет запрещен как с домашним животным, так и с продуктами животного происхождения. То есть у вас это получается только Борисоглебск, правильно? Автомобильный пункт пропуска международный Борисоглебск, международный аэропорт Мурманск, ну, в городе Мурмаши. И еще есть морской пункт пропуска Мурманск, ну, пассажирского сообщения, но бывает редко, когда приходят круизные ландеры. Но в основном они приходят из-за границы, как бы наши соотечественники пока в круизы не отправляются. А вот этот сертификат вы оформляете непосредственно у себя? Да, мы оформляем в нашем отделе пограничного ветеринарного контроля на государственной границе и транспорте. Но у нас есть специалисты, которые работают в круглосуточном режиме, поэтому не надо переживать, что как бы вы не успеете что-либо оформить. Но, естественно, мы его оформляем на основании каких-то документов. Это международный паспорт животного со всеми вакцинациями и ветеринарное свидетельство, которое выдает территориальная ветеринарная служба. На основании этих двух документов мы выдаем международный сертификат соответствующего образца. А само животное должно быть предъявлено? Да, обязательно. Животное должно быть предъявлено. Мы смотрим, здорово ли оно клинически. И самое главное, это для стран Евросоюза у животного должен быть чип. Если раньше еще допускались татуировки, теперь животное обязательно должно быть чипировано. Мы сканируем чип и смотрим, соответствует тому, что указано в документах. И еще нужно обратить обязательно такой момент, что сначала проводится чипирование, это для стран Евросоюза, потом только вакцинация. Также каждая страна может предъявлять какие-то требования к карантину. То есть вы можете пройти какое-то карантинирование, вот животное может пройти. А также, например, страны Евросоюза просят, что въезд только через сутки после соответствующей обработки от хинококоза. И не позднее пяти суток после этой обработки. Ну и хинококозы, внутренние паразиты, дегельминтизация проводится с животного. Вот эти четко рамки надо выдержать. Да, ну вот время летит у нас тоже быстро достаточно, осталось всего две минуты. Но я, конечно, хотел спросить, сейчас одно из популярных туристических направлений это Китайская Народная Республика. Я знаю, что таможенное управление КНР тоже ввели ограничения, причем буквально вот с этого года. Да, к сожалению, с этого года были введены ограничения на ввоз продукции. Это касается как домашних животных, можно возить только одну кошку или одну собаку. И введены ограничения на продукты животного происхождения. То есть нельзя ввозить ни молочные продукты, ни рыбные, ни мясные. Это касается еще, ну немножко не нашей сферы, я все-таки с отделанной госграницей ветеринарного контроля. Семена, растения, фрукты, овощи тоже запрещены к ввозу в Китайскую Народную Республику. То есть если у вас что-то осталось из самолета, ну допустим от бортового питания, то ввозить это уже нельзя. То есть даже бутерброд какой-то? Да, ни бутерброд, ни яблоко, ничего нельзя уже ввезти в Китайскую Республику. Да, к сожалению. Ну таковы правила. Да, да, которые надо выполнять. Екатерина, ну вот ваше может быть пожелание сейчас нашим зрителям, вот для того, чтобы не попасть, может быть, в какую-то неловкую ситуацию на границе? Хотелось бы сказать, что правила меняются постоянно. Поэтому прежде чем что-либо планировать, какие-то путешествия или вы что-то наоборот хотите привезти, пожалуйста, позвоните, проконсультируйтесь. У нас всегда вывешена актуальная информация, всегда наши специалисты проконсультируют. Вот, если что, мы обращаемся на центральный аппарат Россельхознадзора, наш непосредственный орган, который нас контролирует. То есть мы без ответа не оставим и всегда поможем. Спасибо вам большое за то, что пришли, за то, что рассказали, за то, что готовы помочь северянам вот в таких ситуациях. Спасибо вам большое. Спасибо огромнейшее. Ну что ж, уважаемые зрители, если вы отправляетесь в отпуск, то, пожалуйста, не поленитесь, вся информация доступна, и тогда у вас отпуск не будет обращен никакими неприятными инцидентами. Всего хорошего, оставайтесь на Настоящем Северном. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин